Меня зовут Дмитрий Лаский, занимаюсь организацией пинбола, страйкбола, организацией военно-спортивных игр. Хочу рассказать о военно-спортивных играх, о пинболе, страйкболе и образно познакомить зрителя с военно-спортивными играми. Тех, кто не знаком, а тех, кто знаком, ну и те и так все знают. Пинбол, страйкбол – это командные виды спорта, различия в оружии и, скажем так, в боеприпасах в основном. То есть оружие, боеприпасы и антураж. То есть вот три основных различия – пинбола и страйкбола. Пинбол в России с 1996 года, по одной из легенд, бойцы группы Альфа начали использовать тренировочные маркеры, пинбольные. Самые первые пинбольные маркеры. Они стреляли шариками с краской и они тренировались, отрабатывали в здании учебные тактические мероприятия. История страйкбола тоже, опять же, это все легенды. По окончании Второй мировой войны страйкбол зародился в Японии. Японцам после окончания Второй мировой войны запретили использовать автоматическое оружие. И для того, чтобы тренировать свои силы самообороны, они разработали игрушечное оружие, которое стреляло пластиковыми шариками. Вместо порохового заряда использовалось и газовое. Ну и, соответственно, где-то после Второй мировой войны корни страйкбола в Японии у нас такова история. В пинболе стреляют желатиновыми шарами с краской. То есть, различия между пинболом и страйкболом это, в первую очередь, шары. Вес пинбольного шара около 3-4 грамм. Вес страйкбольного шара там варьируется от 0,2 грамма до 0,4 грамма. Это вот самые такие распространенные. Ну и, соответственно, страйкбольные шары это пластик. Пинбольные шары это краска, заключенная в желатиновую оболочку. И по скоростям тоже есть различия. В пинболе скорость 90 метров в секунду. В страйкболе там от 60 до 180 варьируется в зависимости от класса привода. Спортивный пинбол это зрелищное мероприятие. То есть, это, как правило, стадион, на котором устанавливаются надувные поля. Обтягивается сетка. За сеткой могут находиться зрители. И это зрелищное мероприятие. Команды по 5 человек соревнуются между собой. И есть жесткий свод правил, по которому происходит соревнование. И, то есть, это довольно-таки зрелищное, красочное мероприятие. В отличие от тактического пинбола. Тактический пинбол это в основном либо лес, либо стройка. То есть, ну, игры в помещениях. И там уже зрителей, соответственно, никаких быть не может. Но по форме, также одежда и по вооружению тоже отличается. То есть, если в спорте все маркеры, они больше похожи на футуристическое оружие. То в тактическом пинболе маркеры могут напоминать реально существующие модели. Ну, за исключением того, что с фидер, штука, в которую засыпаются шары. То есть, она уже портит весь внешний вид антуража в пинбольном маркере. И понятно, что чуть-чуть отличается от настоящего оружия. Фидер это вместо магазина настоящего оружия. Фидер это штука, в которую засыпаются шары в пинбольном маркере. Занимаемся организацией пинбольных, страйкбольных игр. Разработали в этом году. Ну, в прошлом году мы начали заниматься страйкболом помимо пинбола. То есть, больше 10 лет уже занимался организацией конкретно пинбольных игр. И в прошлом году вышли на страйкбол. Разработали формат пистолетного боя для детей. То есть, потому что были такие ситуации. В пинбол все-таки возрастные ограничения присутствуют. Играть. И звонят родители или дети, которые младше 14 лет, хотят поиграть. То есть, когда был только пинбол, то приходилось в некоторых случаях отказывать. Теперь мы разработали игровой процесс, который позволяет участвовать детям с 10 лет. То есть, они играют страйкбольными пистолетами. Скорость пистолета 60 метров в секунду. Для защиты помимо формы стандартной используется еще вместо страйкбольных очков используется пинбольная маска. То есть, у пинбольной маски запас прочности гораздо выше, чем это требуется для страйкбола. Даже для довольно-таки тюнинговых версий. И поэтому, в принципе, маска закрывает уши, глаза, рот. То есть, единственное, что остается, вот верхняя часть и затылочная открытая. То есть, ну, это никак не травмоопасно. То есть, в принципе, это очень круто. Игры проводятся у нас на базе клуба Адреналин и на лесной площадке, которая находится по бетонке на городской пляж. Там оборудовали. Поставили форт. Все время добавляем укрепления. Ну, как-то стараемся развивать. Также можем осуществить выезд на территорию клиента. Если есть какие-то варианты по своим площадкам, можем приехать туда. То есть, страйкбол можно играть даже в любом помещении, грубо говоря, в любом подвале, там, на каком-то складе. То есть, можно приехать, поиграть. Там остаются только шарики, которые подмести. И никаких проблем. Мифы о замороженных шарах. Это некоторые люди говорят, вот зимой там играть опасно, потому что шары замораживаются. И, якобы, могут травм причинить. На самом деле, пробовали разные варианты заморозки шаров. Шары не замораживаются. Летние шары становятся хрупкими, так как шар сделан по такому принципу. Краска, заключенная в желатиновую оболочку. И формула желатиновой оболочки, вот сама, она очень привязана к погодным условиям. То есть, если на улице холодно, то шар может быть хрупкий и при выстреле из ствола он просто может расколоться в стволе. А если, соответственно, на улице тепло, то шар колется на цели. То есть, идеально проверяется шар с расстояния вытянутой руки, стоя от пола. Шар должен отскакивать немного и раскалываться. Тогда игра будет хорошая. Если шар сразу падает и плющится, тогда он слишком хрупкий. Если шар скачет от пола постоянно, то значит будет больновато. То есть, зимние шары в летнее время года, зимние шары, наоборот, могут причинить большую, так сказать, неприятность. Ну, как травм, так как таковых не будет, но ощущения неприятные доставиться могут. Вот когда шарик от маски отскакивает, то есть, что говорить о том, что он попадет в человека. То есть, ну, это уже вопрос организаторов. Как подготавливаться к тому или иному зимнему, летнему периоду. Какие закупать шары. То есть, это уже моменты такие организаторские. Если девчонки не боятся, когда они перестают бояться, то девчонки лучше играют. Лучшее дисциплинирование. Потому что у мужчин, у парней есть такой психологический момент. Они склонны к подвигам. То есть, когда человеку говоришь, сиди здесь, контролируй сектор, ходишь в разведку, возвращаешься, человека уже нет. Он убежал в атаку вперед. А то есть, если там девчонка, то она, скорее всего, что 99% там и все нормально там. То есть, граница на замке. Был случай, мы в Вистину как-то ездили организовывать ребятам игру на 8 марта. И случилось, ну, как, они говорят, давайте мы тебе девчонки против парней будем. Там и получилось, там, сколько человек, наверное, всего 20 там играло. И вот команда девчонок против команды парней. То есть, я, они мне предложили сыграть за них. То есть, я не смог отказаться. И, соответственно, причем мы 6 или 7 сценариев мы сыграли в один день и в одну калитку. То есть, ребята, там ребята, ну, мужики злые были, что их девчонки выигрывают целый день. То есть, ну, реально это так. Когда им объясняешь все, как правильно делать, то есть, и они делают, а, ну, ты людям объясняешь, ну, парням объясняешь, мужчинам. То есть, они часть делают так, потом, когда вот наступает момент психологический, что вроде как нужно остаться, но хочется побежать вперед, а за углом уже засада. То есть, и вот обычно они все бегут вперед и там их отстреливают. Курьезные случаи были. Вот два случая даже могу вспомнить, как ты играл в пинбол. Я не знаю, как это рассказать от моего лица или как в диалоге. У нас мой друг с позывным «Хаммер», когда мы играли на бухте Батарейной, в центре находился флаг, и задача была его захватить. Вот. И команда договорились бежать вперед с криками «Ура!», то есть, на раш, братья, побежал только один «Хаммер вперед». И «Ура!», тоже один кричал, причем и еще споткнулся, короче, упал, а сначала его расстреляли, а потом он споткнулся и упал. Ну, это как, не травмировался, но выглядело это очень смешно. Вот. А второй случай, это зимой играли, и сценарий оборона, ну, не оборона, сценарий вип-персона называется. То есть, когда нужно одного человека провести из пункта А в пункт Б, то есть, у него оружия нет, и его охраняет отряд там из 4-5 человек. Вот. Другая группа сидит в засаде и, соответственно, в нужный момент пытается как-то его ликвидировать. Вот. И человека закопали в сугроб прямо на тропе, где он должен был проходить. Когда группа прошла, он выскакивает, такой, фу, тык-тык, стреляет и понимает, что у него в стволе-то заглушка. То есть, ему там, все, кто шел там сразу, а у них-то заглушек в стволах не было уже, то есть, ему там накидали-то ребята хорошо. Вот. Такие моменты интересные есть в пинболе всегда, когда гранату туда кидают. То есть, в лесу вот с гранатами очень тяжело работать. Как правило, они от дерева отскакивают обратно. То есть, бывает, что там три человека за укреплениями сидит, там кто-то гранату кидает, раз, она обратно. И все там, все трое минус. То есть, ну, такие темы случаются тоже. Пожелание, конечно, есть. Приходите играть в пейнтбол, в страйкбол. То есть, если не хватает в жизни адреналина и хочется активно отдохнуть, будем рады организовать праздник, так сказать, профессионально. Уже не первый год этим занимаемся. И можно уже детям из 10 лет и взрослым с 50. То есть, на все, так сказать, возраста найдем, чем организовать так, чтобы это было интересно, весело. И потом было, что вспомнить. Вот. И набираем еще людей в команду. Сейчас у нас молодая страйкбольная команда SK Adrenalin. Создаем команду для... Ну, это как хобби. То есть, мы ездим на разные страйкбольные игры. То есть, вот в ближайшее воскресенье поедем. У нас будет на бухте батарейная игра. Там около 200-300 человек собирается. Набираем команду. То есть, в принципе, от 16 лет. То есть, ну, в страйкбол на большие игры можно играть с 18 лет официально. То есть, ездить. Но для тренировок, то есть, если человек адекватный, то, в принципе, мы допускаем, соответственно, при наличии защиты, сертифицированной защиты лица, там, очки, сетка. Вот. Если снаряжения нет вообще никакого, то снаряжение мы, в принципе, выдадим необходимое все. Вот. И главное, чтобы было желание, и человек был адекватный. Найти группу ВКонтакте «Пинбол Адреналин с основой бор». Телефон 8 911 245 27 37. Ну, ссылка, я думаю, в описании будет. Там проблем. «Пинбольный клуб Адреналин с основой бор». Я думаю, не проблема найти. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на пинбольных страйкбольных полях. Отбираю. С devilу.